Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. И сегодня будет очень информативное, разноплановое видео. Поговорим о разных полезностях и о вязании, и о моих очень удачных покупках. В общем, и даже поговорим о том, куда пристроить остатки вашей пряжи. Я связала вот такую шапульку. Посмотрите, какая прелесть! И эта шапка связана из остатков пряжи. Ну, из остатков и не только. Недавно я ездила к детям в гости, и когда шапка еще была в процессе, в общем, она очень понравилась моей дочери. И, скорее всего, отправится она именно к ней. Шапка вязалась из остатков пряжи, и я распустила свой один неудачный проект. Ну, не то сказать, что он неудачный, просто как-то я его мало использовала. Фото постараюсь вставить. Есть ролик на канале по поводу этого шарфа. Но, в общем, шарфика нет. Шарфик распущен. Извлечена оттуда дорогая ниточка из кашемира. Это вот такой розовый кашемир. Если отдельно взять, то это выглядит вот такая ниточка. По-моему, покупалась в мире вышивки мной. Так и называется. Бэби кашемир. По-моему, здесь 100% кашемир. По 25 граммов были моточки. Помню, что очень дорого. И я делала смесовку этого кашемира с шелковым блеском. В общем, мне пришлось все распустить. В итоге я распустила этот шарф. Добавила к этому кашемиру еще тоже остатки вот такого махера от Альпина Жени. Сейчас вот цвет не передается. Вообще он такой сиреневый. У вас прям вообще какой-то белесый. Да и шапка какая-то получается на экране какого-то грязно-розового цвета. На самом деле она более такой чистая розово-сиреневый цвет. Значит, вот эта ниточка участвовала. И участвовала вот эта розовая пряжа итальянская. Ситал. Я думаю, что вы ее знаете. В общем, три ниточки. Это вот то, из чего я вязала вот эту вот шапочку. Получилось достаточно красиво. Если я выверну, она еще, кстати, мокрая. Если я выверну наизнанку, вы увидите, сколько там пряжи, которую нужно, кончиков, которые нужно заправить. Вот это вот как раз тот дорогой кашемир, который я распускала. Все, конечно, это я потом все позаправляю. Покажу, что получится в итоге. Какая красота. Ну, пока выглядит вот так. И эту шапку я вязала под свое новое приобретение от Ньюшик. Это черное пальто, которое я покажу вам немножко позже. Сейчас поговорим о вязании. Оно черного цвета. И мне, конечно, хотелось что-то яркое именно под это пальто. Ну, поскольку шапочка уйдет к дочери, я вяжу точно такую же шапку из остатков пряжи. Сейчас я вам покажу, не пугайтесь, вот они все эти остатки пряжи. Вот это опять пряжа Ситал, которая у нас оставалась от кардигана, летящий. Фото тоже постараюсь вставить, он есть на канале. Спонсором был магазин Бобин. Вот смотрите, эти два оттенка Ситал розового цвета. Эту я покупала. И вот этот Ситал вот такого кремово-молочного цвета. Потом здесь вот такой меринос. Я даже не знаю, как это пряжа называется. Может быть, рекорд. Вот мы вязали платье Colorblock тоже. И у меня оставалось буквально грамм 20-30, такой небольшой моточек, вот от этой пряжи. Посмотрите, как он хорошо сочетается с этим Ситалом. Потом оставалось Ализе Кедроял, тоже от какого-то проекта, вот этот моточек. И вот эти, значит, одна ниточка у меня, ну, то есть, состоит из трех нитей. А вторая ниточка, это как раз вот эти три пряжи. То есть, кашемир, который остался у меня от вот этой розовой шапочки. Пряжа Ситал розового оттенка у меня есть в наличии много. И еще остался вот этот, вот эта махеровая пряжа от Альпина Жени. Вот здесь, в этой шапочке, эти пряжи сочетаются. То есть, я чередую каждый ряд. Каждый ряд. И получился вот такой интересный цвет. Я думаю, что к этой шапке, если эту забирает у меня дочь, я свяжу красивый либо снуд, либо палантин. В общем, что-то буду вязать, ну, уже пряжей от Мидара, Ангора 2. И вот этой пряжей буду сочетать Ангора 2 с вот этим розовым Ситалом. В общем, я получаю поистине такое наслаждение, когда смешиваю несколько пряж. Потому что, ну, это как, знаете, как художник рисует разными красками. И каждый мазок кистью доставляет какое-то наслаждение. Вот так вот и мы вязальщицы. Ну, во всяком случае, у меня такое восприятие, когда я что-то смешиваю и провязывается там сантиметров 10, и я уже вижу, что у меня получается. Сначала, конечно же, это непонятно, но потом вырисовывается вот такая красота. Шапка эта тоже будет аналогичной этой, только немножко из другой пряжи. Так что вот я призываю вас, не выбрасывайте остатки пряжи. Даже если у вас там 20-30 грамм осталось, мы можем их скомбинировать и получить в итоге красивую вещь. Я, конечно же, покажу, что у меня получится в итоге, продемонстрирую вам с новым пальто. Ну, а пока давайте поговорим о самой технологии, вот как я вязала вот эту вот шапочку. Сам узор шапочки пришел мне на ум, конечно же, после недавнего проекта. Вот это Болеро, жилет Болеро Щербет. Кстати, громаднейшее благодарю за ваши комментарии. Было очень много комментариев, и они были разноплановые, то есть мои зрители разделились на два лагеря. Одним очень нравится проект, вторые, можно сказать, просто плевались по ту сторону экрана. Сразу хочу сказать, что несколько человек после выхода этого проекта и ваших комментариев отправились по назначению в бан. Ну, очень-очень резко, резкие были высказывания. Вы там пишите, вы не любите критику. Ну, во-первых, кто ее любит, скажем так. Во-вторых, критика критики рознь. То есть, ну, должна соблюдаться какая-то субординация, где, ну, вы не должны переходить рамки воспитания. Другое дело, если у вас нет никакого воспитания, ну, тогда то, что случается с вами, это уже, думаю, понятно. Мне очень нравится этот проект, и я обязательно буду носить. Я не показала вам, вы мне там писали про рубашку. Да, я мерила этот жилет с рубашкой, но она такого серо-голубого цвета, очень красиво смотрится, но я пожалела некоторых наших таких искусствоведов, таких знающих и модных людей в кавычках. Я пожалела ваши нервы и не показала вам вот этот образ с рубашкой. На самом деле, очень красиво сочетается и ярко, и модно. И, пожалуйста, не пишите мне про мой возраст. Я не помню, сколько мне лет. Как одна подписчица мне написала, нам 20 лет, а остальное все пробег. Мне очень понравилось это высказывание, и я полностью с вами согласна. Ну, да ладно, не будем останавливаться на этих комментариях. Все-таки больше было положительных отзывов, и мне было очень приятно читать эти комментарии. Ну, а об остальных мы не будем на них останавливаться. Так вот, вот этот проект, короткий жилет Болеро, вот этот элемент узора, который участвует в этом проекте, и, как вы видите, навел меня на мысль связать вот такую шапочку. Вот так вот рождаются новые идеи и новые проекты. Вот вы видите, вот этот элемент, этим элементом связана вот эта шапуля. А как вязать вот эту резиночку? Я показывала уже, когда вязала этот жилет. Есть видео на канале, как это вязать найдете. Жгутик, я думаю, у вас не составит труда, как связать. Набрала я на спице 80 петель и вязала спицами шестерка. Спицами шестерка из набора джинджер. Я сейчас с этими спицами просто не расстаюсь. Вот. Провязав какое-то расстояние, ну вот, резинка здесь занимает где-то сантиметров 7, во второй шапочке она у меня поменьше, я перешла на узор жгуты. Что я сделала? Я добавила, вот вы видите, то есть идет резиночка, три лицевые, одна изнаночная. Ну, одна лицевая из них вытянутая. Три лицевые, одна изнаночная. Когда перехожу на узор, вот этот жгутик из четырех, я просто в этом ряду добавила одну петельку. То есть, что я делала? Три лицевые, одна изнаночная, три лицевые, одну петлю вытащила, из полотна связала скрещенной, одна изнаночная. Дальше опять пошли три лицевые, одна изнаночная и опять место, где у нас жгут. То есть, три лицевые и одна лицевая вытянутая из полотна. Таким образом, во-первых, у нас добавились 10 петель, потому что у меня здесь 10 вот таких жгутов. 10 петель, они нужны, во-первых, на расширение шапки и на то, что, как мы знаем, узор жгуты и ораны, он съедает объем. То есть, нам все равно нужно добавлять петли, если мы вяжем шапку таким узором. Вот как раз эти петельки и добавились из полотна. Дальше я просто провязала нужное мне расстояние. Шапочка у меня вот такая, бини, я думаю, что сантиметров 30 она занимает, может быть, 25. Потом померяю. Когда я решила, что мне нужно уже вязать макушку, вот здесь очень хорошо видно, как я это сделала. То есть, я стала провязывать там, где у меня был элемент резинки, то есть, вот эти три лицевые, одна из них вытянутая, я провязала три вместе лицевой. Вот вы здесь видите. Первые две петли, чтобы вот эта центральная была сверху, я поменяла местами, то есть, среднюю петлю я поставила на первое место, а вторую петлю на второе. И провязала три лицевые вместе. Таким образом, конечно же, у меня убавились петли. Вот вы видите. То есть, 10 петель у меня ушли в одном ряду. И дальше все по рисунку. Опять, там, где мы делали убавки, эта петля, она как шла вытянутой, так и идет. То есть, в лицевом ряду мы ее не провязываем, снимаем нить за работой рабочее. Дальше идем по рисунку. В следующем ряду мы ее провязываем. Ну, как я это уже, как это делать, я вам уже показывала. И так, провязав еще, наверное, один раппорт узора, один или два, сколько здесь? Два получается. Два раппорта вот этих перекрещиваний. В последнем ряду, когда мне еще нужно было убавить петли, я их убавила по жгутикам. То есть, там было 4 лицевых, две средние лицевые петли, я провязывала две вместе. То есть, у меня шло... Значит, здесь у нас уже петля убавленная, значит, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, две вместе лицевой, лицевая, изнаночная, и опять возвращаемся к этому узору. Вот так вот, таким образом, у меня еще убавилось 10 петель. Уже убавились они вот в этих жгутиках. Дальше я просто собрала, взяла пластмассовую иголочку, оторвала нить, чтобы мне хватило собрать вот это все в кольцо, и просто петельки собрала на иголочку и затянула. Все, больше здесь никаких сложностей нет. То есть, вяжем прямо две убавки. Сначала вот в этих секциях, вернее, даже не две убавки, одна убавка в этой секции, провязываем вверх, и еще одна убавка в секции, там, где у нас жгут. И стягиваем петли. Все, больше здесь ничего нет. Вот так вот я свяжу сейчас вторую шапку. Вот, я таким образом избавлюсь от остаточков дорогой пряжи, которую мне... Ну, у меня не поднимается рука, вот выбросить даже вот такой моточек пряжи. Понимаете? Вот после того, как я распустила свой неудачный проект, у меня вот этого кашемира набралось 80 грамм. И скомбинировав его с другой ниточкой, у меня еще эти 80 грамм, еще и хватит на вторую шапку. Конечно же, я нашла еще и другую пряжу, которую применяю здесь. Но это же не важно. Главное, получить хороший и красивый результат. Так что, еще немножко, и я покажу, как эти шапочки сидят на мне. Итак, дорогие друзья, две шапочки, две сестрички готовы. Вы посмотрите на это чудо. Чудо чудное. Шапки прошли ВТО. Все высохло. И одна, и вторая. Смотрите, какая красота получилась. Одна более розовая, вторая здесь вязалась через ряд. Комбинировалась пряжа, но все то же самое. Единственное, что вот эта более розовая шапочка на полтора сантиметра длиннее, чем вот эта шапка. Эта шапка 26,5 сантиметров. Эта шапочка 25 сантиметров в высоту. 80 петель было. И здесь, и там спицы шестерка из набора джинджер. Шапочки весят 1,82 грамма. Вторая шапочка 75 грамм. Представляете? Все остатки пряжи нашли свое место, нашли свое применение. Все пошло в дело. Показываю вам изнанку. Вы помните, сколько здесь было всяких ниточек, сколько здесь было узелков мнимых. Здесь сейчас ничего нет. Что называется, комар носа не подточит. Все узелочки я прячу при помощи иголочки для слепых. Кто не знает, что такое иголка для слепых, наберите в интернете игла для слепых, и вы узнаете, что это такое. Рекомендую вам купить такую штуку. Вот при помощи этой иглы я убрала все-все кончики. В общем, я очень довольна этими шапочками. Одна шапочка пойдет дочери, а вторая останется у меня. Я начала вязать новый тайный проект. Об этом, ну, насколько он тайный, я, скорее всего, поделюсь с вами завтра, потому что уже в это видео не хочу мешать, но этот проект еще не решила, что это будет либо пончо, либо это будет накидка под эту шапочку на пальто. Завтра об этом расскажу. Ну, а сейчас давайте покажу свою новую покупку, свое новое приобретение из интернет-магазина Ньюшик в рамках сотрудничества. Кто не знает, у меня сотрудничество с этим интернет-магазином. И я именно к этому пальто вязала эту шапочку. Сейчас расскажу немножко о пальто, а потом покажу образы пальто и эта шапка. Итак, вот такое пальто я получила от интернет-магазина Ньюшик. Пальто очень теплое, представлено на сайте в нескольких цветовых вариантах, но я выбрала черное. Вот вы видите цену пальто. Здесь есть вот такой бирюзовый или более зеленый вариант. а есть вот такой сиреневый воротник, как вы видите, здесь отстегивается очень удобно. Вот такой кирпичный ну, даже не знаю, как этот цвет назвать. И вот оно, мое черное пальто. Так что выбор по цвету есть. Я заказывала размер 5XL, это где-то 54-й. Рассчитывала на то, что все-таки это китайский производитель, думала, будет маломерить. В принципе, пальто идет размер в размер. Можно было брать 52-й размер и на меня бы было как раз. Пальто я уже одевала на улицу, но тогда было не так морозно, как сейчас. Град совсем, наверное, мне было очень жарко. Это искусственная кожа, но это очень-очень мягкий материал. Пальто защищено от ветра, от дождя, может быть, поэтому мне было в нем жарко. В общем, вот такое красивое пальтишко. Здесь есть накладные карманы на завязках, кстати, вот этими завязками вы можете немножко отрегулировать ширину пальто. То есть, здесь затягиваем, у вас подтягивается спина и оно смотрится по-другому. В принципе, вот эти завязки меня и спасли, потому что таким образом я немножко уменьшила размер. В общем, если надумаете покупать такую вещь, покупайте на размер больше. Не на два, как я перестраховалась, а на размер. То есть, если вы носите 50-й, заказывайте 52-й. Вот у меня здесь 5XL. Я вам уже этикетку показывала. Вот 5XL. Вот такая подкладка. Хорошо выполнено пальто. очень мощные кнопки. Вот такие. В общем, я довольна. И, собственно говоря, к этому пальто я и вязала шапочку, и сейчас вяжу вот этот тайный проект, который расскажу потом. О котором расскажу скорее всего завтра. Очень мягкий, я говорю, воротник как шиншилла. Я не знаю, как делают эту технологию. Здесь пуговицы и вы пристегиваете и отстегиваете воротник, это вам нужно. Сейчас покажу, как выглядит со спины. Я почему на манекене не показываю, потому что в комнате очень темно и даже со светом сложно передать. то есть здесь вот такая стеганая клетка. Вот так выглядит пальто со спины. Такое приталенное. В общем, классное. Сейчас пойдем на улицу и я вам как раз продемонстрирую и шапочки на себе и заодно покажу, как сидит пальтишко на мне. кстати, один вязаный комплект уже под это пальто есть. Это, конечно же, мой знаменитый комплект Шанель. Вот я вам сейчас продемонстрирую эти два образа. Берет, кстати, зимний. Я уже в нем ходила в мороз. Не холодно, он теплый. Ну, а шарф этот вообще о нем даже не может быть речи, он очень теплый. Здесь по шее, а потом идет вот такой клинообразный шарф. В общем, мы идем на мороз. У нас сегодня очень морозно. Наверное, минус 15. морозно. Редактор субтитров морозно. Редактор субтитров морозно. Редактор субтитров Итак, друзья, после короткой видеосессии у нас на улице минус 15 градусов у нас повыключалась вся техника. И что я вам еще хочу сказать по поводу шапки, шапок вернее. Как хорошо, что я связала эту шапочку короче на буквально полтора сантиметра. Вы посмотрите, какая классная идея. Я домой шла именно вот в таком утепленном варианте. то есть что мы делаем? Мы не вяжем одну теплую шапку, а мы вяжем две средние шапки, потом просто одна в другую вставляется и у вас получается очень теплая и очень толстая шапка. Это просто вам как идея. Так что спасибо кто досмотрел это видео до конца. Думаю что вам что-то полезное вы из этого видео вынесли. Ну а я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была Елена Сетникова пока пока